приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы поприветствую друзей приветствую вас один из наших подписчиков вот с удовольствием бы его представил но в ютюбе он под ником нема поэтому представить не могу подкинул нам с ларисой изумительную идею друзья это шоколад домашний мы изучили эту тему и теперь будем с вами делиться значит но в первую очередь о шоколаде что мы знаем о шоколаде откуда он попал попал к нам из южной америки вины из америки в принципе из америки индейцы там всякие ацтеки альмеки и так далее использовали какао бобы вот такая вот штука я сейчас подробно расскажу где его купить как его купить вот такие вот какао бобы использовали в качестве денег ну и что они с ними делали они перетирали эти бобы на мелкую крошку готовили пенный немножко забродивший напиток и этим напитком догонялись мы не будем так делать потом приехал христофор колумб привез этот напиток в европу но не все так просто основной как бы основной прикол какао бобовый этого напитка раскрыл кортес то есть он завладел в америке кучей там плантаций гнобил этих индейцев но это конечно рассказываю в шуточной форме на самом деле история достаточно длинная и достаточно интересно если будет интересно почитайте википедию очень много материалов на эту тему в общем шоколад европе был достаточно дорогим это был горький напиток потому что сами какао бобы они очень горькие шоколад горький шоколад сладкий за счет добавляемого сахара вот был горький напиток доступны только аристократом в 1786 году не помню как звали если честно чувака который очень долго экспериментировал и сделал именно настоящий шоколад в том виде в котором мы его привыкли употреблять еще был промежуточный период жил жидкий шоколад то есть горячий шоколад когда готовили очень мелко и скрашивали какао-бобы готовили жидкий шоколад добавляли туда сахара и пили тоже был напиток аристократа в европе но сейчас все обстоит значительно проще в любом магазине горы шоколада но если разобраться то шоколада там в этом шоколаде не очень да там всякие ешки-шмешки в общем всякая ненужная нашему организму лабуда это дело даже не в ешках-смешках а в качестве самого продукта то есть туда очень мало попадает именно вот этих вот какао-бобов чистом виде то есть туда добавляется вот вся шелуха которая вот это вот то что мы очистили ларисыны ручки золотые чистили шелухом но сейчас у нас есть парочку лайфхака мы вам расскажем обо всем поподробней то что мы делаем это настоящий черный шоколад ребята он невероятно вкусно это такая штука мы когда первый раз сделали мы сделали немного десяток конфеточек вы с ларис ну как мы лариса съела конечно пару остальное я просто сметал ну невероятно вкусно вы такого действительно еще не пробовали а со временем вам расскажем как делать молочный шоколад как делать шоколад с добавлением масла какао в общем будет несколько рецептов сейчас сейчас у нас основа значит первое мы покупаем какао бобы ссылку где их купить в украине я оставлю в описании видео из килограмма какао бобов бобов мы немножко помучившись можем получить килограмм шоколада значит что мы еще что мы делаем с этими бобами да стоит 140 гривен сейчас скажу 140 гривен 4 евро 5 долларов где-то 5 5 с половиной долларов после того как мы купили сырые какао бобы нам надо их пожарить и потом почистить говорится можешь показать как их чистить не только пожарить а только подсушить вот сейчас сейчас давай давай сменю кадр чтобы было видно как ты их чистишь а ты расскажешь как это сделать сейчас я возьму сразу несколько штучек то есть сырые какао бобы вот они выглядят вот таким вот образом то есть они полностью целенькие довольно таки плотная то есть их расколоть достаточно ну не просто что мы делаем с ними мы берем их на противень или на сковородку зависимости от того сколько какой объем вы берете ставим разогретую духовку до 120 градусов и где-то течение 15-20 минут их подсушиваем то есть они начнут так немножко щелкаться ну и вот как видите вот они лопаются вот потом даем немножко остыть потому что но они горячие будут и под начинаем и скажешь с каждым бобом друзья надо вот так вот поиграться то есть надо снять вот эту вот оболочечку занимает очень много времени дальше тут вот выпало я не знаю не видно не видно там но возьми в котором не выпало это плодоножечка то есть самом в самом бой в какао бобе или какао бобе как правильно будет в общем самом плоде плодик да что ж такое у меня сегодня русский язык забыл в общем самой этой штуки есть еще плодоножка она бывает выпадает вот сейчас вот она выпадет у нас вот такая вот штучка я сейчас покажу вот так на ладошке видно да да так отлично видно она достаточно жесткая то есть она даже не ломается вот я пытаюсь ну вот сейчас вот при усилии она лопнула но вообще она очень жесткая когда она перемалывается ну когда мы перемалываем сам боб плод какао да получается вот эта вот плодоножка она жесткая и она ну не измельчается настолько мелко мелко она получается очень грубая в общем эта штука нам совершенно не нужна поэтому есть вариант вот такая вот дикая хоботня на то чтобы почистить 200 грамм какао бобов у лариса уходит где-то два часа то есть час на килограмм есть второй вариант друзья они продаются в том же интернет-магазине будет отдельно ссылка уже чищенные вот таком вот виде называется крошка важно покупайте их не жареные нам жареные не нужны стоит чищенные сто восемьдесят гривен поэтому естественно впредь мы будем покупать чищенные уже какао попробуем то есть надо будет посмотреть какого они качества потому что ну бытует мнение что не вся крошка то есть не все подходят к этому добросовестно и туда тоже намешивают вообще конечно от качества бобов в шоколаде зависит очень-очень много мы вот покупаем сейчас самые дешевые но потому что есть и по 20 евро за килограмм бобы ну не знаю будет наверно золотой шоколад конечно но пока вот покупаем самые дешевые результат меня устраивает и ларису по моему тоже я думаю дорогие друзья вам тоже это очень штука понравится и так что мы сделали мы купили сырые какао бобы вот такие вот немножко обжарили их в духовке и вот таким вот образом почистили получили уже вот такую вот крошечку бобовую теперь друзья для того чтобы приготовить шоколад нам понадобится сахар из расчета 30 процентов 30 грамм сахара на 100 грамм бобов то есть мы готовим из 200 грамм бобов соответственно будем использовать 60 грамм сахара что мне сегодня день заговаривания еще не как после отдыха у меня еще ноги катаются на сноуборде понадобится обычная кофемолка электрическая вот такая вот штука в которой можно смолоть кофе до состояния крупы то есть нам надо крупная крупа и самое главное понадобится вот такая вот советская кофемолка называется мрия стоит сей девайс 160 гривен купили мы его в интернете это новодел это не советская кофемолка качество она очень отвратительного то есть я сейчас буду искать именно советскую кофемолку ну вот по запросу кофемолка мрия вы найдете вот такую штуку только она с ручкой я немножко модернизировал сейчас расскажу потому что ручку крутить очень очень нудно честно я первые 100 грамм пока перекрутил я устал поэтому модернизировал его так вот если будете покупать эту кофемолку мрия я думаю на блошиных рынках их полно либо же я вот нашел тоже уже человек продает именно советского производства она значительно лучше рекомендую покупать именно советского производства потому что этот новодел ну тут такой металл просто отвратительного качества что я сделал здесь была такая ручка как мясорубки удалил подключаю сюда шуруповерт ну его надо зажать а сейчас буду показывать как я буду делать и у меня получается такая механизация то есть я не не вручную маслаю а шуруповертом кручу ну вот собственно говоря эта штука будет служить мне надеюсь верой и правдой и я теперь буду и лариса и надеюсь что вы тоже друзья перестанем кормить всяких шоколадных магнатов и начнем сами себе делать настоящий черный вкусный шоколад давайте приступим к приготовлению а то что то я заболтался перемалываем бобу делаю это порционно они почищены потому что кофемолочка не позволяет смолоть здесь очень много так лариса комбайн лариса комбайн объявил мне ларис испортил испортил совсем выходи назад как выходить полностью ура лариса починила вот так вот друзья не сильно мелко посмотрите вот такая вот консистенция у меня получилось то есть мелко их смалывать не надо вообще в крупу потому что тогда мы не получим нужной нам пасты вот таким вот образом перефигачу здесь все остальные подготовленные нами какао бобу вот такая вот такой порошочек у нас получается достаточно крупный сейчас я перетру все остальные и вернусь к вам перемолол всю крошку теперь ее смешиваем с нужным количеством сахара то есть на самом деле вы попробуете если вам покажется с 30 граммами в рецепте я написал вообще от 30 до 50 грамм сахара если вам покажется с 30 граммами он сильно горький потому что шоколад именно получается настоящий черный горький шоколад то можно порцию сахара увеличивать и естественно мой вам совет прежде чем будете делать большую порцию потренируйтесь немножко то есть на маленьких на 50 граммовых порциях перемешали все это с сахарочком сейчас я настрою свою гравицапу вот эту вот шоколадно-делательную гравицапу я имею ввиду и друзья начнем творить волшебство это реальное волшебство я гравицапу эту прикрутил просто к досточке чтобы не прикручивать к столу ее, чтобы не портить начинаем шоколадить и вот так вот, друзья, медленно, но уверенно перекручиваем весь шоколад то есть принцип и суть понятны сейчас мы его весь перекрутим и вернемся к вам досыпаем за 15 минут мы намололи вот такую вот мысочку шоколадной крошки когда она выходит из мясорубки она становится такая пастообразная немножко жидкая потом застывает уже вот в обычную шоколадную крошку такое, как тертый шоколад вкусненькая, друзья, невероятно теперь, ну, собственно говоря шоколад мы уже получили теперь нам надо сделать конфетки оно настолько вкусное вы себе просто представить не можете это, ну, просто нечто я восхищаюсь этим домашним шоколадом я когда его вижу, у меня у меня просто слюноотделение начинается но он реально очень вкусный нам надо приготовить водяную баню с температурой 40 градусов, да? нам надо разогреть вот эту вот крошку до температуры 40 градусов до 40 градусов в общем, сейчас готовим водяную баню и Лариса покажет, что мы будем делать приготовили классическую водяную баню в большей кастрюльке водичка в ней плавает меньшая кастрюлька ну, вот какая должна быть температура этой воды в большей кастрюльке? она же не должна кипеть? нет, не должна где-то градусов 45-50 то есть вот так вот на такой водяной бане то есть эту температуру надо поддерживать ну, да, я понимаю просто, чтобы мы сказали ну, как надо объяснить мы делаем чтобы человек понимал какая должна быть потому что он поставит допустим, по незнанию эту кастрюлю в ней будет кипеть вода и ничего не получится правильно? ну, в принципе, получится но лучше для того, чтобы сохранить все полезные вещества то есть его же надо не перегревать правильно? лучше не перегревать то есть наша задача его сейчас растопить и довести где-то до 40 градусов ну, и все время помешивать чтобы оно равномерно растапливалось причем он растопится, друзья шоколад при значительно меньшей температуре но если... кстати, вот мы формочки мы взяли просто у нас конфеты будут это формочка для льда вот в этой штуке у нас будут шоколадные конфеты опять-таки тут мягкое ну, лучше брать силиконовые формочки потому что сам шоколад после того, как он застывает становится достаточно твердый вот я одного не могу понять как вишня с ликером попадает вовнутрь шоколадные конфеты для меня это большая-большая загадка пока да, так вот о чем я начал говорить первый раз мы расплавили шоколад и как только он расплавился сразу же разлили его по формочкам то есть не прогрели его не довели до вот этой температуры 40 градусов мы получили очень вкусный шоколад но прикол был в том что он мазался то есть если вот только берешь руки он сразу же расставал ну, таял таял, правильно будет сказать сразу же таял вот какой-то процесс происходит происходит, как бы мне говорили, что даже что это называется закалка шоколада но закалка делается немножко по-другому мы к этому придем в следующих рецептах но вот мы опытным путем поняли что его не просто надо растопить а именно довести до температуры 40 градусов видите, потихонечку шоколад начинает плавиться да все это время мы вот непрерывно его помешиваем друзья, это такой класс я вам передать не могу вот у меня реально от домашнего шоколада у меня просто восторг итак, Лариса будет его потихонечку перемешивать я запись прерву потому что ну, весь этот процесс показывать нет смысла как только он растопится давайте я, наверное, засеку время чтобы четко понимать ну, вот уже я разговариваю наверное, минуты 3 включаю секундомер чтобы я мог сказать что вот столько-то времени ушло до прогрева шоколада так, поехали секундомер включен к времени будет плюс 3 минуты вот, друзья промежуточный процесс прошло 15 минут видите, шоколад превратился вот сейчас температура 37 градусов и шоколад превратился уже вот в такую вот массу достаточно пластичную еще нам его надо на 3 градуса нагреть 37 сейчас, да? да я думаю, что еще 5 минут и будем раскладывать по формам шоколадная масса достигла температуры 40 градусов теперь надо уменьшить нагрев то есть нам его перегревать не надо и при такой температуре вымешиваем его вот так вот, как делает Лариса в течение 10 минут это нужно для того чтобы шоколад не таял в руках чтобы он получил ну, это не совсем закалка о закалке мы поговорим в следующих видео о закалке шоколада когда будем делать шоколад с маслом какао а вот такой процесс это мы опытным путем выяснили никто об этом не писал то есть если вот его сразу же разложить по формочкам он потом тает в руках то есть его надо вот так вот повымешивать поколбасить еще минут 10 прошло 26 минут с учетом моего трёпа пока я включил секундомер то где-то будем считать 28 10 минут Лариса вымешивала шоколадки и теперь раскладываем шоколадную массу по формочкам формочки должны быть не очень большие то есть не стремитесь делать большую если делаете большую то она должна быть как бы плоская потому что шоколад когда застывает он достаточно твердый достаточно Ларис не делай большие сейчас я просто понемножку чтобы оно как-то раз ну оно же стекает по формочке вот интересно друзья если кто-то знает как вовнутрь поместить вишенку с вишневым ликером расскажите нам потому что у меня вариантов нету точно так же разложим весь шоколад по формам после этого ну сейчас Лариса разложит и я покажу как он выглядит в форме и после этого поместим его в холодильник где-то на полчаса чтобы он полностью застыл так выглядит заполненная форма видите Лариса его выкладывала он был неровный для того чтобы он выровнялся то есть ее надо вот так вот повибрировать немножко в руками пока он не застыл и эта верхняя поверхность полностью выравнивается отправляем шоколад на полчаса в холодильник через полчаса шоколад остыл и представляем вам чик прекрасные домашние шоколадные конфеты друзья это волшебство я сейчас хочу попытаться показать разрез не знаю как у меня получится разрезать но всегда показываю разрез шоколада первый шоколад наш у нас не было формочки мы делали вот таким вот образом просто выливали такие скажем кружочки на пергамент он очень хорошо отстает а потом Лариса придумала такой лайфхак и видите какие шоколадные конфетки получаются сейчас покажу близко я наверное разрежу разрежу и просто не буду таскать камеру не знаю что у меня из этого получится ну практически получилось практически получилось друзья сейчас показываю вот посмотрите пожалуйста значит он глянцевый видите вот такой вот он в разрезе вот такие вот мы получили шоколадные конфеты чудные ну давайте попробуем я попытаюсь передать это невозможно я сразу говорю дорогие друзья Лариса смеялся это фантастика это просто передать невозможно пробуй пожалуйста у нас в гостях опять Дотя сидит слюнки глотает ну как шоколадка скажи голос за кадром ну скажи что ты мне показываешь друзья шоколад просто волшебный с удовольствием представляем вам этот рецепт если у вас есть какие-то вопросы задавайте их в комментариях на все вопросы мы отвечаем ну ты скажешь как шоколад замечательно вот голос за кадром сказал замечательно дорогие друзья мы будем готовить еще несколько рецептов для вас шоколад с маслом какао молочный шоколад постараемся максимально раскрыть эту тему а пока у нас черный шоколад горечь вы регулируете ну вот он сейчас такой сильно хорошо сладкий скажем так хорошо сладкий то есть горечь он не горький шоколад то есть если вы хотите сделать именно горький шоколад тогда я думаю 20% сахара будет достаточно вот он умеренно сладкий как магазинный сейчас вот по сладости как магазинный черный шоколад если хотите ну в общем это надо экспериментировать начинайте с маленьких с маленьких порций все у вас получится еще раз как бы ссылки на магазины где в Украине к сожалению в Российской Федерации не знаю где купить какао-бобы где в Украине купить мы промониторили действительно и бобы хорошие и цена такая самая адекватная ссылки вы найдете в описании видео если не сможете найти машинку эту гравица Пумрия пишите я вам пришлю ссылочку на эту кофемолку тоже ну как бы пришлю ссылочку где мы ее покупали друзья на этом все подписывайтесь на наш канал если вам видео понравилось пальцы вверх а мы будем готовить для вас новый шоколад всего доброго пока